В пригороде Туркестана фермер разводит страусов. Несмотря на разницу в климате, австралийские птицы прижились и их численность растет. Впрочем, это далеко не единственная экзотика для региона. Рауль Габитов расскажет подробнее. Ферма Налипана-Марзакулова поменяла профиль пять лет назад. С тех пор вместо кур и индюков во дворе бегают самые настоящие австралийские страусы. А ведь начиналось все с обычного любопытства. Я привез несколько птенцов из Алматы. Сначала был просто интерес, ведь никто у нас в ауле не разводит страусов. Но постепенно мне начало нравиться ухаживать за ними. Сейчас у меня 19 особей. Для гигантских птиц теплый южно-казахстанский климат оказался подходящим. Здесь они легко прижились и уже несут яйца. Фермер признается, страусиное мясо питательно и полезно. Но пускать питомцев под нож пока не планирует. Наша ферма еще не так масштабна, чтобы отправлять птиц на убой. Но в будущем мы начнем продавать мясо. Ведь оно не имеет холестерина и полезно для сердца. Для начала планируем поставить на поток продажу яиц. Недавно у нас уже купили 40 штук. Кстати, яйца австралийского страуса бывают черного цвета. Тропические плоды на полях Туркестанской области тоже не фантастика. Например, жительница Козыгуртского района Халима Сить-Керимова выращивает бананы. Женщина не надеялась на урожай, ведь саженцы она высадила 9 лет назад. После того, как я купила саженцы, у меня появился интерес к бананам. Начала изучать технологию ухода за ними. Как оказалось, выращивать тропическое растение у нас можно. В этом году я впервые за 9 лет собрала урожай. Растут в теплицах региона и другие экзотические плоды. Например, лимон и гранат. Их саженцы сейчас пользуются большим спросом. Наш климат идеально подходит для выращивания лимонов. К тому же мы научились хорошо за ними ухаживать. Площадь нашего хозяйства – 137 гектаров. Келесский, Сарагашский и Житесайский районы расположены в самой южной точке страны. Там в основном и выращивают лимон благодаря теплому климату. Кроме того, в рамках одной из госпрограмм житель Казыгуртского района выиграл грант и теперь собирается выращивать во дворе дома гранат. Местные фермеры не боятся экспериментировать. Интерес к выращиванию тропических фруктов только растет. К примеру, если в прошлом году общая площадь теплиц, в которых получают лимон, составляла 2 гектара, то в этом уже 3. Рауль Габитов, Ербалат Абишев, Самат Тагашпекула, Хабар-24, Туркестанская область. Продолжение следует...